Хэй, 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 всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мекс. Прежде чем мы начнём, я напомню вам, что вы можете поставить лайк, а также подписаться на канал, да-да, кнопочка подписаться работает, ребят, проверьте, нажат ли она. Ну и, естественно, написать в свой комментарий, подписаться на группу ВК, это у вас тоже есть такая вот возможность. Что мы сегодня будем делать? Как видите, сегодня не путь новичка, а сегодня наш основной аккаунт, и, в принципе-то, у меня много чего есть интересного, начиная с анбоксинга, как вам 18 фортинбоксов-то? Нормально? Нормально. Ну и заканчивая ареной на ранге 3, то есть сейчас я на третьем ранге, думаю, что даже, возможно, до второго можно подняться, и попробуем мы с вами это сегодня сделать. Ну что ж, давайте начнём с анбоксинга, я так думаю, что откроем для начала войну клана, ага, понятно, фигня, трэш, бесполезно абсолютно, вот, если вам попадается простой и редкий, сразу можно сказать, что не, это фигня полная, она не используется, просто-просто-просто банально не нужно. Премиум бокс, ага, эпик, ну, это как обычно, ну и давайте, там, штучки 3 фортинбоксов откроем, потом пойдём на арену и будем периодически их снова открывать. А, первый раз редкая карта, ясно. Пауэр юнит, кстати, редкий, что тоже довольно-таки неплохо, даже, может быть, лучше, чем какой-нибудь стрэшовый эпик, на самом-то деле. Снова редкая карта, хорошо бы, если кто-нибудь записывал в комментариях, сколько чего падает из фортинбоксов, потому что тоже достаточно интересная статистика, 3 из 3, пока что редкие карты. Окей-си, окей-си, ну что, может быть, даже можем что-нибудь прокачать, если честно, потому что у меня здесь есть пауэр юнит, ну и мы с вами вот этот пауэр юнит сейчас тоже качнём, может быть, там уровня до 19, ага, до 14, рано пока, пока рано. Ну, ну и давайте посмотрим, что, ну, по сути, у меня здесь всё на священку уже идёт, ребят, то есть здесь особо-то качнуть и нечего, можно, конечно, энергетически какие-нибудь вещи качнуть, если я буду делать энергетического, о, кстати, вот это можно качнуть с удовольствием, вообще. С гигантским. Эта вещь всегда полезна и на максимальных уровнях она всегда нужна, поэтому плюс 11 дополнительных хп-шек, это вполне себе нормальная тема. Кстати, насчёт легендарок, ребят, я же чё коплю-то деньги ещё вот на что, смотрите, чё у меня здесь происходит, да, у меня здесь, так сказать, уже 20 уровня становится моя фабрика, через два дня она, по сути, станет 20 уровня, ну и я запущу, конечно, сразу же производство легендарок, ну, точнее, шанс легендарки. Я пока точно не уверен, может быть, я даже вдоначу немножко и куплю именно монеты, именно даже не токены, а именно ради монет. И за монетку куплю ещё больше, чтобы можно было вам сразу показать, посмотреть, что же будет падать. Так, здесь, шо ж мне надо-то, ну, можно, в общем-то, физическое сопротивление качнуть, чтобы у меня ещё больше, ну, как бы, было. Да, я думаю, что на самом деле так и сделаю, это полезная вещь, пускай будет. Всё, максимальное количество физического сопротивления, это супер здорово, супер хорошо. Ну, и прирост золота на арене, даже не знаю, нужен ли мне скидка от стоимости изготовления или скорость изготовления. Блин, я, наверное, вкачаю скидку от стоимости, потому что, знаете почему? Объясню, потому что мне супер не хочется платить очень много денег за легендарки. А придётся, а придётся, потому что, к сожалению, да, вот три дополнительных сопротивления, было 80, стало 83. У него, видимо, то же самое, кстати, заобратите внимание. Вот, кстати, здесь битва Френтика, получается, если он сейчас Френтика нанесёт много, то он выиграл, если немного, то проиграл. Так вот, всё, возвращаясь к тому, что для того, чтобы создать легендарку, надо очень много денег потратить, я не помню, там, больше ляма, по-моему. Поэтому я, соответственно, буду стараться, конечно же, исходить из того, что нам надо будет с вами сделать поменьше. Например, так. Так, первый выстав с Френтика хороший, 249, это незначительно нормально, я бы сказал. Смотрим дальше, но у него хп было изначально меньше, поэтому мы ещё за счёт этого... Может быть, я спросил, кто бы был или нет? Эээ... Ага, ну найс! А, блин, я не обратил внимания. Ну, видимо, да. Завезло, ребят! Завезло, конечно, потому что ну, 33 осталось. Обратите внимание, что, видимо, с Френтика я просто не обрету внимания, насколько он выстрелил, но, видимо, очень сильно, раз у меня почти всё хп сразу же снеслось. Так, окей, продвигаемся немножко дальше. Можно, кстати говоря, сразу же купить здесь вот эту вот тему с минус к изготовлению. Ну, блин, на арене можно, конечно... А, прирост золота я не смогу взять, прирост золота в компании тоже регенерацию. Но я здесь ничего... А, ну, по урону тоже, по сути, ничего не могу сделать, да? Поэтому я думаю, что да, можно взять себе скидку от стоимости изготовления. Полпроцента, с одной стороны, вроде бы немного, а с другой стороны, полпроцента с миллиона. Так, со ста это пять. Или не пять, нет. С тысячи это пять. С десяты тысяч это пятьдесят. Со ста тысяч это пятьсот. С миллиона это пять тысяч монет. Ну, кстати говоря, почему бы и нет? Мне кажется, что это нормальная тема. Пять тысяч монет мы с вами сэкономили только что. С каждого, с каждой легендарной. Думаю, что норм. Думаю, что норм. Ну, поехали. Здесь, кстати говоря, у нас шансы выиграть крайне малы, если честно. Потому что он со спартанов наносит больше дэмэджа, чем мы с найтфаллов. Как видите. При этом сопротивление у него такое же. Ну, короче говоря, да, это будет. Хотя у него сейчас, видите, заканчиваются эти спартанкернеджи. И он будет тогда делаться рывок для того, чтобы вывести меня. Ну, блин, я думаю, что ему даже не понадобится. Ну, посмотрим сейчас. Сейчас посмотрим, что у нас получится из этого. Да, он делает рывок. Бьет с дробовика. Добивает, к сожалению. Ну, я об этом и говорю. Спартанкернжи бьют сильнее, чем найтфаллы, ребят. Поэтому я очень хочу эту пушку. Но она мне никак не отропается. Тут как бы все... Все по старинке. Все по стандарту. Давайте еще пять штучек откроем. Посмотрим, что выпадет. Снова редкая карта. 4 из 4 пока редкие карты. Пока что, кроме редких, ничего не падало. Найс, прикольно. Смотрим дальше. Ага. Ага. Эпик. Окей. Я, если честно, думал, что снова редкая карта будет. На самом деле, как я уже говорил, эпики тоже никакого значения не имеют. Сейчас, на данный момент, ребят, эпики для меня то же самое, что редкие карты. То есть, по большому счету, я их буду просто растапливать. Мне они нафиг не сдались. Поэтому, конечно, хотелось бы больше всего получить лего. Но, сами понимаете, легендар... Ну, типа, супер-мехи к легендаркам относятся довольно отрицательно. Так. Ну, это снова точно не лего. Да, это снова редкая карта. Сколько там, по-моему, два раза эпики выпали. Все остальное время, пока падали редкие карты, к сожалению. Ну, ок. Что я могу сказать? Что поделать? Бывает, бывает. Я стараюсь не бомбить, ребят, уже на самом деле. Ну, просто стараюсь на расслабончике играть. Потому что понимаю, что здесь от меня, по сути, ничего не зависит. Игра на высоких рангах очень сильно становится зависима от рандома. Попался энергетик, просто выходим. Тут просто... Ну, это... Надо просто принять это. Принять это как факт. Кстати, вот это предложение начального пакета ужасное. Просто отвратительное. Никому не рекомендую покупать. Просто отвратительнейшее. Не знаю, кому оно вообще может пригодиться. Поэтому даже не задумывайтесь. Я даже не буду объяснять, почему. Те, кто более-менее шарят в игре, все поняли. И те, кто не шарят, просто поверьте. Нет, не стоит, не стоит. Так, идем дальше. У нас с вами еще 10 фурчун-боксов. Блин, ну я надеюсь, что хоть одна лего с 18 фурчун-боксов. Ага, ясно. Подарно. Окей-си. Если сейчас еще один энергетик будет, надо будет менять меха на антиэнергетического. Напоминаю, что у меня мех сейчас антитепловой. То есть у него хорошее количество физического сопротивления. И тепловое, ну типа тепла очень много. Очень много охлаждения, тепла. Ну в принципе он против тепловиков себя отлично чувствует. Против энергетиков его можно на энерджидаун вывести с одной емпишки. Поэтому как бы смысла нет особого играть даже против энергетиков. Потому что нас просто выведет в энерджидаун. А у меня все пушки абсолютно требуют энергии. Так. Смотрим дальше. Пока что что-то как-то тухловато. На самом деле я заметил, что онлайн в мехах сильно упал. Намного дольше ищутся противники. Вот только такое у меня есть замечание. Здорово, здорово. Итак, что мы видим? Ну мы видим, что тепловик, соответственно, для нас это будет довольно-таки изично. Потому что несмотря на то, что тепловик более-менее желающий перегревать. Я не думаю, что он нас... Точнее, наоборот, более-менее желающий дамажить. Я не думаю, что он нас сильно раздамажит для того, чтобы мы с вами потеряли 2800. И при этом он не сможет нас достаточно перегреть, чтобы вывести в шатдаун даже. Ну может быть он не так. Оверхит? Оверхит только. Бывает. Ну что-то. Как видите, довольно сильно раздамажил. Но по идее, на следующий ход мы с вами выйдем. Я только... Скорее всего. Так, обминейшн. Наверное, второй раз с ракетницей. Да. Ну и по идее, мы сейчас... Раз... Эй... Гад. Отлично. Выиграли еще одну битву. К сожалению, из-за того, что мы два раза проиграли энергетикам, у нас сейчас все еще четвертый ранг. Но ничего, попробуем наверстать. Третий ранг это все еще не такое уж сложное мероприятие. То есть, по сути, если время потратить, ну там, не знаю, часика три, то на третьем ранге можно спокойно противников разваливать. Ну, не то что разваливать, можно просто пройти третий ранг, залачить. Но второй ранг уже это, конечно, хард. Это уже хард левел, и там уже все довольно-таки проблематично. Здесь все, опять же, зависит от френтика. Будет... Ой, у меня еще с этим... С... Бэкфайером, короче говоря. С обратным выхлопом. Трончик. Смотрим на выстрел из френтика. Просто чекируем. Сейчас он будет стрелять. Вот, здорово. 600 демеджа с френтика. Найс, найс, найс. Красиво, красиво. Смотрим дальше. Второй выстрел из френтика. И 300. Ну, неплохо, да? Все, меньше сотки не набивает. Молодец, что могу сказать? Но, по идее... Так, это рывок. 500. Ну, по идее, он не добьет. По идее, он не добьет. Скорее всего, мы выиграли. Потому что он сейчас что может сделать? Он может сделать со спартан-кэрнджа выстрел. Рывок, дрон. Ну да, больше хпшка. Что делать? 3 500. Ну, тут на 200. Я не думаю, что, на самом деле, тебе бы это сильно спаслось. Если бы у меня было на 200. Хотя, не, наверное, спасло бы. Наверное, спасло бы. Но зато у тебя сопротивление больше другого. Поэтому, да. Ну, что ж. Добиваем. Найс. Неплохо. Неплохо. Соответственно, у нас сейчас снова становится третий ранг. Что мы можем с вами сделать? Мы можем с вами открыть еще один форчин бокс. Даже не один, наверное, штучек 5. Мы, наверное, снова с вами откроем, чтобы затестить, посмотреть. Ну, погнали. Откроем что-нибудь. И я надеюсь, что дропнется, опять же, хоть что-то полезное. Ну, я никаких, так сказать, ребят, иллюзий насчет этого не строю. Но все равно надеюсь. В глубине души. Турмант и Ред Роз. Ну, тоже здесь особо ничего интересного нет. Смотрим дальше. Здесь у нас с вами снова эпик. Кстати, эпики щедро насыпают. Но, блин, опять же проблема в том, что они мне нафиг не сдались уже, если честно. База дизольвер, да, неплохая пушка на тепловика, соответственно. Здесь у нас с вами дропается Rapid Destruction Blazing Legs. Тоже 2 эпика. Тоже хорошо, конечно, спасибо. Но мне это тоже все не... Опа-ча. Блин, жалко, что эпики насыпают по 2, а легендарка только одна. Согласитесь, было бы реально топово. Если бы 2 легендарки с форчин бокса с одного, это было бы реально просто шик. Ну, что ж, смотрим. И что у нас здесь? Роллинг бисц. Ну, что я могу сказать, ребят? Ну, спасибо за легендарку, так сказать, супер-мехи. Спасибо. Да, да. Ну, чтобы вы понимали, это ноги, которые у меня уже есть. Которые, кстати говоря, стоят, если я не ошибаюсь, на одном из моих мехов. Вот, они у меня прокачаны до фул мифика есть. Ну, и, соответственно, мне сейчас присыпали еще одну. А, у меня они даже легендарные уже одни были. Ну, жеза, ребят, жеза. Не, когда-нибудь что-нибудь хорошее, наверное, выпадет. Но не сегодня. И не завтра, и не послезавтра. Ну, и не через два дня, и не через три. Ой, и вот, честно, так стараешься не бомбить. Просто думаешь, ну, блин, игра все-таки, ну, это же, ну, это же ничего такого. Ну, это просто игра. Не. Ну, ладно. Ладно, так, смотрим, два френтика, ну, то есть, это будет рандомная сборочка с неплохим дрончиком, даже получше, чем у меня, можно сказать, на самом деле. Я бы хотел себе такого дрона, вот, если бы мне это выпало, я был бы намного больше рад, если честно. Так, ну, у него нет сопротивления, вот это меня может даже подфартить. 187, ну, да, в сумме у него хороший дэмэдж вышел. Ладно. Без сопротивления, на самом деле, это плохая сборка, я не знаю, почему он так сделал. Ну, типа, вообще без сопротивления. Хотя, ну, он, видимо, просто надеется на отличный дэмэдж с Фрэнтиком. Найс, если его сейчас спасет Фрэнтик. Не то, чтобы это был важный какой-то бой, который я обязательно хотел выиграть, я бы так не сказал, но, блин, ну, блин, серьезно, ребят, ну, это нормально? Ну, вот скажите, вот, просто напишите, это нормально? Может, я что-то не понимаю в этой жизни, но это нормально? По-моему, нифига, кстати говоря, это челик, который будет, ну, который специально играет для, ну, типа, анти-заклошников. Тупо анти-заклошников, а у меня, к сожалению, здесь телепорт одноразовый, то есть, если бы он был двухразовый, то, возможно, я бы даже что-то мог бы сделать. Но, поскольку одноразовый, сделать я ничегошечки не смогу, скорее всего, и, вероятнее всего, он меня здесь развалит. Единственное, что меня может спасти, это большое количество ХП на данный момент, то есть, а у него мало, довольно-таки. Если бы у меня сейчас достреливал, ага, на самом деле шанс офигенный есть. Значит, да, да, он не рассчитал, он неправильно сделал. Вот даже если ты играешь на анти-заклошнике против заклошников, все равно надо рассчитывать некоторые вещи. Единственное, что его может спасти сейчас, если он меня жестко шатдаунит, Это может его спасти, а знаете почему? Потому что, скорее всего, я сейчас в него рашнусь, дрон ударит и останется у него сто храпля. Только если меня сейчас рывок хорошо вот вытащит, прям вот это да. Шестьдесят семь. Найс. Стоп, а он телепорт использовал, если у него не двойной телепорт? Если... Да? Ну, ребят, понимаете, в чем прикол? Я здесь выиграл чисто на скилле. То есть, понятное дело, что там не было какого-то особого скилл-теста, То есть, ты не прям какие-то там супер какие-то вещи продумывал. Но все равно я не на рандоме выиграл. А вот тот челик выиграл просто на рандоме. Это ужасно бесит, когда вот у противника остается там вот эти там 50 и меньше хп. Я не что, не говорю про 5 хп, что вообще просто полнейшая жесть. Так, ну вот этот может показаться, вам, наверное, может показаться, что это тоже антизаклошник. Но на самом деле не совсем, ребята, не совсем. Да, он будет бить с дезоляцией, да, он в этом заинтересован. Но, если я не ошибаюсь, по крайней мере, мне это... Ага, не, возможно, он даже и антизаклошник, слушайте. Что-то я так смотрю на него, и есть у меня такое смутное ощущение, что вполне возможно, что он антизаклошник. Ну, давайте поглядим. У него при этом еще и хп много, и сопротивление довольно большое. Вот я, честно, даже немножко сомневаюсь. Если он сейчас, да, телепортируется, значит, это 100% антизаклошник. Понимаете, в чем трабл? Трабл в том, что он меня будет теперь этими репульсерами просто уничтожать. Да, я не смогу его даже на следующий ход... Ну да, здесь это... Ну, сами понимаете, здесь я уже даже не достреляю никак. Давайте откроем последний... Блин, меня вот, честно, начинаешь ролик записывать, так гореть начинает с этой просто бредятины полнейшей. Давайте, если сейчас не выпадет ни одной леги, то заканчиваем на этом. Если выпадет, то тогда еще немножко поиграем. Надо все-таки отбить свой ранг. Третий же ранг был, надо его вернуть к себе. Так, что, качнем? Ну, давайте качнем, наверное, эту фиговину до конца докачаем. Почему бы и нет? Как бы она у нас с вами есть. Давайте качнем полностью. Ну, типа, используя то, что есть, по крайней мере. И пооткрываем ящички. Что у нас с вами дропается? Дропнулась одна легендарка. И дропнулась, наверное, не знаю, уже штук, наверное, 6, может быть, эпиков. Ну, я имею в виду именно с боксов. То есть, так-то их... Самих эпиков еще больше, но именно эпических боксов примерно, наверное, 6. Так, это снова редкая карта. Угу, понятно. Здесь у нас с вами что будет? Смотрим. Тра-та-та. Это снова редкая карта. Ясно. Кстати, смотрите, ни одной обычной карты. Хотя бы за это спасибо, на самом деле. Вот уж. Я даже не знаю, что реже выпадает, но пока что реже выпадает даже обычно, нежели легендарное. Что довольно странно, если честно. Magma Recaller Backstabbing Protector. Прям нормальный такой набор на теплового меха. И последний бокс. Это у нас с вами редкая карта. Итого, с 18 форчун боксов, ребят, одна легендарка. Все остальное, в общем-то, это эпики и редкие карты. Не знаю, чего выпало больше, эпиков или редких. Напишите в комменты, кто считал прям. Но, если честно, ну, такое, как бы. Я не то, чтобы надеялся на то, что выпадет что-то хорошее. Нет, на самом деле, вообще не надеялся. Но я надеялся, что хотя бы на арене будет нормальная тема. А все-таки, блин. Я промолчу. Я промолчу. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Друзья, если вам нравятся мехи, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Подписывайтесь на спонсорскую подписку под ссылкой в описании. С вами был Ченнадский. До скорой встречи. Пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.